Всем большой привет! Добро пожаловать в новый влог. У меня идёт сороковая неделя беременности. Просто посмотрите, какая я огромная женщина! Я жду каждый день с нетерпением, когда мой козерог уже решит наконец-таки выйти на свет, потому что я реально скоро лопну. Мой живот размером с арбуз. Уже, честно говоря, тяжеловато. Через день у меня приём у моего доктора, и я уже хочу его немножко как бы спросить, что с этим делать, потому что строение моего таза таково, что слишком большого крупного мальчика я сама не рожу. В общем, буду держать вас в курсе. Пока что собираю сумки в роддом и решила показать вам, что я беру с собой. Во-первых, посмотрите, какая на мне потрясающая сорочка. Ко мне прилетела моя мама и подарила мне её, чтобы я вот так вот красиво встречала сына. Вот, её я, естественно, тоже с собой возьму. И давайте я вам покажу, что я собрала. Первым делом я заказала вот такие сумки на Wildberries. Я знаю, что по регламенту должны быть прозрачные, но я взяла немного матовые, в общем, чтобы всё не лежало на виду. Думаю, что это ничего страшного. И в комплекте их три. Маленькая это косметичка, чуть побольше это в родовое отделение, и самая большая в послеродовое отделение, которое я покажу попозже. Первое и самое основное, что вам нужно не забыть в роддом и что мне нужно не забыть, это папку с документами. Здесь мой паспорт, СНИЛС, обменная карта, контракт на роды и справки. Справки сопровождающего о том, что у него нет туберкулеза и никаких заболеваний типа ВИЧ, СПИД. Это всё сдаётся заранее. Мы, кстати, приняли решение, я вам уже говорила, рожать в перинатальном центре Кулакова. И когда мы заключали контракт, нам дали вот такую специальную памятку, что нужно брать с собой в роддом, в послеродовое отделение и вообще с собой. И, конечно же, моя обменная карта. Мать и дитя. Тут вся история моей беременности. Я собрала с собой вот такую целую косметичку расходников. Здесь послеродовые прокладки, подгузники, вкладыши для груди, одноразовый станок, ушные палочки, ватные диски. В общем, всё-всё-всё одноразовое. В роддельное отделение вам понадобятся вот такие одноразовые послеродовые трусики, которые можно заказать на Валберес. Я их сложила вот в такой отдельный пакетик. И медицинские чулки. Я взяла размер М. Здесь у меня пять одноразовых пелёнок. Это нужно именно для вас. В роддельный блок также, так как схватки будут долгими, необходимо взять с собой какой-то перекус. Я взяла полезные батончики от Beauty Bite и травяной чай. В родах слышала, что очень классно пользоваться вот такой термальной водичкой. Но не такой, не именно этого бренда, а вообще любой. Ещё девчонки говорят, что очень сильно сохнут губы. Поэтому я беру свой мультифункциональный стик, сыворотку. Ей можно пользоваться и на лицо, и на губы. Это доктор Альба. Тоже отправится со мной в роддельное отделение. Также во влогах я посмотрела, что девочки жалуются на то, что бывают очень неприятные крики из других палат. Если вы хотите сосредотачиваться только на себе, только на своих родах, необходимо взять наушники. И для такого тотального расслабления ещё шёлковая маска для сна. Она у меня вот в таком шёлковом пакетике. Конечно же, влажные салфетки. Их много не бывает. Возьму вот такие детские. Ещё с собой я беру тапочки моющиеся. Решила, что Кроксы с этой задачей отлично справятся. Теперь самое интересное — это косметичка. Во-первых, я считаю просто необходимым взять с собой вот этот лосьон Le Picard от бренда La Rouge. Потому что он такой многофункциональный. Я могу им пользоваться и сама. И если вдруг понадобится ребёнку, я его использую и на руки, и на тело, и даже на лицо могу нанести. Он очень крутой. Взяла вот такой дезодорант. Крем под подгузник вот в таком мини-формате нам где-то дарили. Мне кажется, может пригодиться. Для себя я беру ещё обязательно крем для сосков. У меня Сана Сан. Вот такой вот гель для умывания от бренда Элемис. Уже попробовала. Очень нравится. Далее взяла себе шампунь и бальзам в миниатюре, чтобы, опять же, не тащить большие флаконы. Крем для лица, который восстанавливает кожный барьер. Я была бы не я, если бы я ещё, конечно же, не взяла маску. И пасту Bio Repair отбеливающую. Теперь переходим к самой большой сумке. Эта сумка отправляется в послеродовое отделение, в палату. И здесь уже будет одежда как для мамы, так и для ребёнка. И множество-множество всяких ваших обычных бытовых штучек. Во-первых, я сразу себе подготовила комплект одежды, в которой будет выписка. Мы решили не наряжаться. Мы хотим быть такими максимально коузи. Поэтому у меня будет вот такой просто кашемировый костюмчик коричневый от Benetton. Беру вафельный халат. Я не знаю, что на меня нашло. Я подумала, раз у меня мальчик, у меня должно быть всё голубое. Поэтому на Wildberries заказала вот такой обычный халат. Сюда я беру уже помимо моющихся ещё вот такие мягкие комфортные тапочки, свежую чистую пару носков для ребёнка. Ну, конечно же, может не понадобиться. Может понадобиться, но я взяла пустышку и бутылочку. Также в списке вещей в послеродовое отделение обязательно указан молокоотсос. Много девочек мне посоветовали взять вот такой обычный авентовский ручной молокоотсос. В общем, это то, что может пригодиться для кормления. Помимо всего прочего, про себя нужно не забыть и взять ещё специальный топ для кормления у меня от бренда Medela. Я была бы не я, если бы не решила прихватить с собой штатив для телефона. Тут уже всё для выписки. Это моя косметичка Dyson, серёжки и вот такие вот салфетки, очищающие от шик. Ну и, конечно же, комплект вещей для ребёнка. У нас выписка будет в январе, поэтому на улице достаточно холодно. Пришлось взять, знаете, самые тёплые вещички. Ну что, вот такие сумки в роддом у меня получились. И меня ещё часто спрашивают мои подруги и подписчицы, Рита, готова ли ты рожать? Я вам скажу так, что когда ты 10 месяцев ходишь беременная, а беременность длится именно 10 месяцев, а не 9, как оказалось, когда у тебя плохое самочувствие, когда у тебя лопается живот, ты уже настолько готов родить всеми возможными способами, что, да, я могу сказать, что состояние на 40 недель такое, что я полностью готова родить. Ну, в общем, беременность тяжело, а 40-ая неделя очень тяжёлая. Снимать блог в таком состоянии, как вы можете чувствовать по моей дышке, тоже дело не из лёгких, поэтому попрошу не забыть поставить пальчик вверх, подписаться, потому что я действительно прилагаю большие усилия, чтобы в таком состоянии себя поднять. Друзья, в общем, что хочется сказать. Практически всю беременность, сейчас у меня 40-ая неделя, я плаваю, и как бы я раньше не любила этот вид спорта, именно в беременность мне понравилось. Почему? Обязательно, потому что очень классно, во-первых, разгружается спина, разгружается позвоночник, потому что вы находитесь в таком, как бы невесовом состоянии, вас вредичка держит, плюс все врачи, все акушерки говорят, что это невероятно полезно для того, чтобы подведавливать организм кровом, для того, чтобы разрабатывать составы. Да и в принципе, это полезнее, чем просто сидеть дома и как бы не заниматься никакой физической активностью. Ходить, а холодно, а ходить я не очень люблю. Вот, поэтому плавание в беременность очень полюбила. Всем привет! На дворе 14 января, старый Новый год. Я до сих пор в глубоко беременном положении, еще не родила. Хотя я смотрю уже, девчонки, за которыми я следила, у кого был срок поменьше, они уже выкладывают фотки из роддома. В общем, я была на плановом осмотре у своего врача. Он сказал, что мой малыш не торопится, поэтому мы применяли вчера все возможные народные методы, известные для того, чтобы как-то ускорить этот процесс, но пока ничего. Поэтому мы гуляем. Когда я беседовала со своим доктором, он сказал мне такую фразу, колбаску в постель. Я еще такая думаю, сначала не поняла, думаю, что, простите, говорю, какую колбаску. Он говорит, ну, есть народная примета, поверье. Значит, мальчиков выманивают на колбаску, а девочек на конфетке. Чтобы вы понимали, в этот же день мы купили колбасу, я спала с колбасой и ничего. В общем, ждем с нетерпением. Потому что... Ну что, всем привет! На дворе 18 января, и я приехала на плановую госпитализацию. Да, у меня уже 41-я неделя плавно подходит к концу. До сих пор не было никаких ни тренировочных схваток, вообще никакого намека народа. Поэтому меня уже положили в больницу для того, чтобы немножко начать мой готовить организм, к тому, чтобы мой малыш появился на свет. Я уже была, в принципе, к этому готова, поэтому приехала сюда в хорошем настроении, к 9 утра расположилась. И сейчас вам покажу палату. Это моя кровать. Спросили, чего у меня нет с собой. У меня не оказалось с собой только полотенец чистых, поэтому принесли. Я уже, кстати, приобрела себе кофе, орешки. Смотрите, какой мэджик меня научили уже. Кровать поднимается. Очень удобно. Браслетик, который будет со мной вплоть до самой выписки. Место у меня, как говорится, козырное у окна. У меня теперь тут полный релакс. Очень сухой воздух в палате, поэтому я попросила привезти мне вот такой маленький портативный увлажнитель. Мой любимый фруктовый салатик. И моя подушка для беременных. Очень жесткие кровати. На них просто спать, да даже просто лежать, отдыхать, какая-то пытка. Аппетитненько. На свечке. Что, у меня второй день. Ночка была не из легких. Привыкала к кровати. Плюсом тут матрас и подушка. Клеенчатые. Из-за этого было довольно жарко. Постоянно какие-то звуки. В общем, мне действительно очень сильно помогли. Маска для сна и наушники с шумоподавлением, чтобы нормально поспать. А так, в целом, протянула я приблизительно до 8 утра. Позавтракали. Сейчас пойду на КТГ. Потом у меня будет прием с моим доктором. И мы решим, какие у нас дальнейшие действия. Потому что тянуть уже некуда. Завтра 20 января. Это уже супер крайний срок. Вот такие новости. Меня перевели в родбок. Сегодня тасуемся здесь. Жду свою акушерку. Будет меня подключать к аппарату. Ночка была тяжелая, честно говоря. Потому что мне ставили катетер. Это было так больно. Это ужасно. Но при всем при этом, где-то в 3 часа боль стала утихать. И я поспала. До 8.30 пришел мой доктор. Посмотрел раскрытие. Снял катетер. Рассказал. Все, милочка. Переодеваемся. На клизму. И рожать. Я сейчас жду помимо акушерки еще свою маму. Попросила еще ее привезти мне йогурты. У меня какой-то такой достаточно хороший аппетит. Я не думала, что он будет. Так что пожелайте мне удачи. Первым делом мне поставили вот такой катетер, чтобы был доступ в Вену. Лежу, КТГ, на протяжении всех родов, сказали будет. Какой у меня чудесный врач. Разрешил мне позавтракать и даже выпить чуть-чуть кофе. Еще мама приехала. Мама только с шампанского принесла. Да. Короче, сейчас включим сериал, потому что непонятно, сколько еще в таком состоянии. Да, я не знаю, что я не жду. Ты это не чувствуешь, но ты все делаешь. Пая, еще раз. Вдох. Вдох, ты не забыла. А, ты не забыла. Что, ты становишься? Клевый получился. Пусть мы только не чувствуем. Сейчас все принадлежим. Глаз. Время 4 утра. Меня увезли из реанимации, в которой пробыла 12 часов ровно. Постараюсь еще чуть-чуть отдохнуть. И потом приедет папочка. Заходи, папочка. Заходи. Всем привет. У меня сегодня вторые сутки после кесарево сечения. Чувствую себя гораздо лучше, чем вчера. Вчера был просто ужас. И мой живот сейчас выглядит вот так. Ну, обещаю, что все пройдет. Так, ну что, пойдемте покажу нашу палату. У нас двухкомнатные апартаменты. Мы очень здорово здесь устроились. Уже живем вторые сутки. Тут я не буду показывать. Здесь у нас вот такой зал, как гостиная. Уже принесли обед. Кстати, покажу, чем нас тут кормят. Вот такой вот прикорм давали для того, чтобы помочь немножко маме. И очень простая вот такая вкусная еда. А здесь именно в послеродовом отделении она действительно вкусная, горячая, полезная. Мама прячется, не любит. И вот такая вот шикарная спальня, спальня принцессы. Все супер чистое для ребеночка, все есть. Я уже тут приготовила наши одежды. Хочу сейчас сфотографироваться, пока солнышко. Комод. В комоде есть все полотенца, дополнительный комплект белья, потому что ваш сопровождающий может с вами всегда оставаться. Вот такие вот халаты. Уже кроватка есть, но, конечно, ей никто не пользуется, потому что детки тут лежат вот в таких вот специальных люльках. У мальчиков у всех голубые, у девочек розовые. Их возят на анализы. В общем, они в них тут немножечко живут. Здесь ванная, душ. Все постоянно убирают, моют. Все очень стерильно. И покажу вам себя на вторые сутки. Мне сегодня такой классный бейсбол поставили, что я даже смогла немножко подкраситься. Встала на ноги, потому что вчера я была вообще... В общем, все, будем обедать. Ты сидишь, ждешь, тебя здесь заесть, пока я не скажу. Доброе утро. Третьи сутки. Мне уже лучше. Отправляюсь на УЗИ. Чек-аут, так сказать. Заканчиваются наши третьи сутки. Завтра уже выписка. Чувствую себя отлично. Все супербыстро сбывается. Как только ты понимаешь, что ты можешь ходить, ты можешь спокойно ухаживать за своим ребенком. Ты можешь его кормить. Потому что у тебя появилось молоко. Тогда приходит момент вот этой самой эйфории. Поэтому очень круто. Но я все равно не знаю, что я бы делала без своей мамы. Потому что первые два дня я лежала в овощах. Я могла только кормить грудью. И то она мне помогала прикладывать ребенка. Но я еще хочу отметить, что здесь очень крутая команда врачей. Приходят постоянно ко мне, к ребенку. Специалисты по грудному вскармливанию постоянно тебя чему-то учат. В общем, делают так, чтобы у тебя в дальнейшем не возникло никаких проблем, когда ты поедешь домой. Это окутывает паника, как мы будем дома. То, что нам здесь так понравилось. Нам здесь так ухаживают. Стирают пеленочки, приносят чистые. Вообще все необходимое для ребенка есть. То, что я собирала, какие-то прокладки одноразовые. Я приехала, тут есть абсолютно все. Для ребенка можно в целом не брать ничего. Если вдруг у вас что-то не будет, вам обязательно все предоставят и дадут. В общем, настолько мы влюбились, что даже хотим заключить контракт на первый год жизни ребенка, чтобы ребенок наблюдался здесь у врачей, ходил на массажи, ходил к педиатрам, к местным. Надо узнать, сколько это стоит. Я иду получать свидетельство о рождении. Вчера подала документы, и это можно сделать прямо здесь, на территории центра. Ну все, первые документы моего сына. Вот так вот меня муж встретил из роддома подарком, который сама себе выбирала, кстати. Девочки такие, девочки, потом мы так искренне радуемся. Хотела что-то памятное, решила, что картия это то, что нужно. Ну все, мы пошли. Поздравляем! Все, пошлите. Так, ты не таскай здесь. Ну все, Вань, говори пока. Поздравляем! Поехали!